У России конфликт с Израилем. Самолеты ближневосточной страны бомбят позиции террористов в Сирии и Москва требует объяснений от израильских дипломатов. Подробнее в материале Сергея Ослендера. Событие по нынешним временам произошло, прямо скажем, рядовое. Ночью четверка израильских самолетов вошла в воздушное пространство Сирии и разбомбила конвой, который по оперативным данным вез зенитные ракеты для террористов из Ливанской Хизбаллы. А вот дальше события начали развиваться буквально как снежный ком. Впервые за много лет на налет отреагировала сирийская ПВО, которая выпустила след бомбардировщикам несколько зенитных ракет. Одна из них пошла в сторону Иерусалима и тут среагировала израильская ПВО, которая сбила этот снаряд. Его осколки упали в Иордании. Сирийцы, правда, заявили, что сбили один израильский самолет, еще один повредили. Но Иерусалим эти сообщения категорически опровергает. Все машины благополучно вернулись на базу. Дальше произошло нечто и вовсе. Из ряда вон израильского посла вызвали в российский МИД для дачи объяснений. Он объяснил, что еврейское государство рассматривает любую попытку передачи оружия террористам, как переход своеобразной красной линии с соответствующей реакцией. Своего посланника поддержал премьер Нетаньягу. Наша политика очень последовательна. Когда мы узнаем о попытке передать современное оружие Хизбалле, мы делаем все, чтобы предотвратить ее, при условии, что у нас есть соответствующая информация и возможность оперативно отреагировать. Это именно то, что произошло и то, что будет происходить всегда. Вообще-то вызов израильского посла в российский МИД – это грубое нарушение дипломатического протокола. Израиль не обязан отчитываться перед Москвой о своих действиях в Сирии, то есть в третьей стране. Но объяснения объяснениями, а налеты в полном соответствии с ними как раз продолжились. Сегодня ночью израильские ВВС нанесли удары по позициям сирийской ПВО в районе Голландских высот, а заодно в районе Кунейтры уничтожили автомобиль, в котором передвигался высокопоставленный террорист Ясер Ас-Сият. Он убит. А заодно, чтобы уже расставить все точки над «и», с громким заявлением выступил министр обороны Израиля Авикдор Либерман. Он четко и ясно дал понять, что в следующий раз после атаки на израильские самолеты сирийские батареи ПВО будут немедленно уничтожены. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.